Автоплюс 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 и какие возможны осложнения этой ситуации. Но если у вас есть свое мнение или какие-то жизненные истории, или вопросы на тему о том, как вести себя с сотрудниками доблестной госавтоинспекции, которая столько раз меняется, что я, честно говоря, без запинки даже сейчас не могу прочитать, как они называются, ну при всем уважении, конечно, к ним. Вопрос такой, что в наставлении написано, что сотрудник дорожно-постовой службы должен в ночное время суток выбирать наиболее освещенный по возможности участок дороги, простреливаемый взором издалека, при этом максимально ярко обозначить свое присутствие на этом посту, чтобы водители, подъезжая к этому месту, издалека понимали. Вот стоит сотрудник дорожно-постовой службы, он стоит там, так, как ему прописали. На практике что мы видим? Все, кто ездит по городу или за пределами города, или по международным трассам, что мы видим на практике? Замаскированный до нельзя, чуть ли не укрытым еловым валежником, стоит патрульный автомобиль, инспектор стоит за ним, так, чтобы большая часть его тела пряталась за ним. С радаром, соответственно, да? И вот останавливает. Соответственно, можно какие-то услышать объективные данные по тому, как это все должно происходить? Ну, ты правильно сказал, что существуют такие наставления, да, с сотрудниками ГИБДД, и там четко сказано, в каких случаях сотрудники ГИБДД имеют право остановить машину, и, соответственно, так сказать, автомобилисты обязаны... Ну, ты имеешь в виду, я прошу прощения, да? Ты имеешь в виду вот эту вещь за пределами стационарных постов? Да, за пределами стационарных постов. Вот. Значит, сотрудники милиции имеют право останавливать машины в случае, если он нарушил правила дорожного движения, также в случае, если ему известно, что автомобиль находится в угоне, допустим, или похожий такой автомобиль, для проверки документов, ну, там еще... Ну, для проверки документов, как бы, как бы, останавливать автомобиль нельзя, который движется по правилам дорожного движения, ничего не нарушает, и не кажется подозрительным. Да, вот, не кажется подозрительным. Вот это вот, допустим, у нас очень часто проводят всякие мероприятия, связанные, там, план перехват, план еще какой-то, как всегда. Спецмероприятия. Да, спецмероприятия. И поэтому, как водится, как обычно, так сказать, всегда, когда вас останавливают, когда вы спрашиваете, а в связи с чем меня остановили, если это не превышение скорости, то они обычно рассказывают такую историю, что вот введен план перехват, ваш автомобиль похож на автомобиль... Похож на что? На какой-то автомобиль, да. И в любом случае, его действия все равно вы имеете право обжаловать. Но не всегда, так сказать, люди, которые обжалуют действия сотрудников ГИБДД... Согласен. Можно уточнение небольшое? Вот ситуация, ты едешь в нормальном настроении, в хорошем состоянии, может быть, даже никуда не торопишься. Останавливает тебя сотрудник дорожной постовой службы со словами, что спецмероприятия, или, кстати, таких очень тоже много, которые искренне говорят проверка документов. Ну, не знаю, может, неподготовленные, может, просто честные. Ну, не суть. Останавливает тебя. Он тратит 15 минут его времени, что, в общем, тебе не особенно интересно, пока он проверяет, может быть, пробивает или что-то еще делать. 15 минут его времени. Ты понимаешь, что после этого, чтобы обжаловать, чтобы вот этого человека научить все-таки каким-то правильным движениям, тебе нужно будет потратить, возможно, не один день. И вот ты сопоставляешь 15 минут и несколько дней. Причем, что самое интересное, по выходу из этой ситуации, что будет? Ничего не будет. Это будет, но, по большому счету, пустой пшик, потому что его действия, они в любом случае оправданы. Ему показалось, что подозрительный, он припоминает, что на таком же автомобиле или очень похожем было что-то сделано. В любом случае у него есть оправдание. И более того, половина этих мероприятий, они как бы для служебного пользования. Он о них не обязан отчитываться. Нет, на самом деле, он должен объяснить при остановке автомобиля, если вы не нарушаете правила дорожного движения, он в любом случае должен объяснить, по какой причине ваш автомобиль остановлен. Если он, допустим, не объясняя причины, просто требует вам дать документы, то в этом случае можно посоветовать только одно. Вы берете, если у вас есть под рукой, карандаш, ручка и так далее. И просто в блокнотик записываете номер удостоверения, номер его нагрудного знака. Соответственно, если он вам не говорит ничего и так далее, просто если вы можете переписать хотя бы фамилию, то хотя бы его фамилию, на каком посту он вас остановил. И, соответственно, если вам так уж хочется, допустим, испортить человеку жизнь, вы можете написать, обжаловать его действия в тот же самый центральный их аппарат, какой-то центральный ГАИ и так далее. И, соответственно, если каждый гражданин Российской Федерации будет так делать, то, соответственно, у них будет меньше желания... Но появится больше прецедентов того, как это может какие-то неприятности вызвать. По большому счету, лучше с собой возить ксерокс, ни ручку, ни карандаш, чтобы отсерить целиком всего-то и показывать. На самом деле он обязан представиться, сказать свою четкую фамилию, предъявить по вашему требованию удостоверение и, соответственно, объяснить причины остановки автомобиля. Это написано в его четко наставлениях, и поэтому он обязан это говорить. Хорошо. Если это не попадает в этот список тех оснований, по которым имеет право остановить, то, соответственно, он занимается чистой воды беспределом. Соответственно. Ты сидишь в машине один, он один, он тебе говорит, а я просто остановил для проверки документов. Ты эти слова не подошеркни к схему. Ты говоришь, что он меня остановил просто так для проверки документов. Он в это время в своем объяснении пишет. Остановил, потому что в рамках спецмероприятия определенного был такой автомобиль в ориентировке. Ну, представь себе такую ситуацию, что вот на данного сотрудника ГАИ каждый день будут приходить вот эти заявления и так далее. Вот здесь вот истина. Здесь руководство, так сказать, мало того, если руководство не реагирует, есть органы прокуратуры, которые обязаны осуществлять. Есть предложение. Давай мы в наш разговор напустим немножко интимо. Мы говорим сейчас о светлом времени суток, о том, что происходит в больших городах. А давай мы, представим себе, ночь, загородная трасса, там, любая. Москва, Питер, там, Москва, что угодно. Или даже не Москва, что угодно, а что угодно, что угодно. Неважно, любая трасса, да. Едет по этой трассе автомобиль. Вдруг из кустов выскакивает неожиданно совершенно. Это всегда так. Я по личному опыту видел много раз, как машины какие-то останавливают. Неожиданно в кустах загораются маяки. Выскакивает мужчина с светящимся жезлом, да, и останавливает. И вот момент на принятие решения. По закону он должен остановиться. Абсолютно точно должен остановиться. Ну, опять же, тут возникает несколько ситуаций. Первое. Если он, допустим, выбежал и махнул жезлом, но ты его уже не заметил? То есть в этот момент. Да. То есть тебе показалось, что он махнул жезлом, не показалось. Можно продолжать движение? Вот если они догонят, так сказать, на машине с проблесковым маяком, уже можно остановиться и сказать, что просто я не заметил там и так далее. Вот то, о чем ты говоришь, да, я помню. Сигнал водителю об остановке должен быть подан заблаговременно и должен быть виден для него. Их этому учит. И если он не умеет жезлом правильно, так сказать, работать, то, соответственно, грошится над данным, так сказать, сотрудникам ГИБДД. Ну да, жезлом-то надо уметь работать. Это одно из немногих вещей. Если он не умеет им работать, значит, соответственно, его вина. Но если он за вами поехал на машине и включил, так сказать, вот эти все проблесковые маячки там и так далее, в народе называемой дискотекой, то, соответственно, как бы, ну, нужно остановиться. Надо ехать на дискотеку, да, в общем. Надо слушать, что там говорят. Понятная ситуация. Что, как остановиться. Но включает проблесковые маяки автомобиль, стоящий в кустах. У водителя, в принципе, ну, как бы все-то, он очевидно дает ему знаки, что я, вот, человек, работающий в органах госавтоинспекции, или человек, похожий на такого человека, да. И вот момент принятия решения. Мы говорим, да, что в ненаселенных пунктах это запрещено. В ненаселенных пунктах в ночное время это запрещено. Есть такие населенные пункты, я думаю, что ты-то знаешь много таких, да, где половина жителей уехала давно, а оставшейся половины там просто никогда не было. Но, тем не менее, на дороге висит знак, там стоят дома. И, честно говоря, я не очень хорошо понимаю разницу между таким населенным пунктом и территорией за пределами населенного пункта с точки зрения безопасности. Ну, давай сейчас продолжим наше обсуждение. А пока пообщаемся со зрителем. У нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Саратов. Очень приятно, Андрей, слушаем вас. Вот мне хотелось бы спросить, вот, как можно тоже реагировать на действия. Вот у нас очень часто в Саратове происходит, останавливают и начинают спрашивать, как вы себя чувствуете? Дыхни. Подставляет нос и говорит, дыхни, мне ощущается, тебя попробую, понюхаю, пахнет, а тебя или не пахнет. Вот как действовать в этой ситуации? И по поводу регулировки. У меня лично у самого был случай. Еду, он остановил машину, что-то ему объясняет, я мимо проезжаю. Он жертвом вдоль моей машины махает, я понял, как он что-то водитель другому объяснял, проехал дальше. Они меня с мигалками догоняют и говорят, мы сейчас тебя лишим прав, ты не остановился на требовании сотрудника милиции. И у меня, говорят, есть вот свидетели, которых предыдущих он остановил. Те, естественно, чтобы их отпустили, соглашаются, да, мы видели, мы все видели, что, короче, так и так получилось. Хорошо, ну, спасибо за вопрос. Давай его разобьем на две части. Первая часть, ну, вернее, вторая часть, это та, что касается, вот, как быть в такой ситуации, да, как разбираться с ними. А то, что касается заботы инспекторов, как вы себя чувствуете? Ну, этот вопрос, наверное, еще можно расценить как искреннюю заботу. А то, что касается дыхни, лизни, там, нюхни или кусни, я бы предложил тогда сотрудника госавтоинспекции продемонстрировать ему последний сертификат, когда он проходил последнее освидетельствование, как алкотестер. И действительно ли его результаты вот этого обоняния и прочих для суда? Потому что, если это не действительно, то, знаете, давайте я буду дышать на тех, на кого я хочу. И лизать я вас тоже не буду. Поэтому это как бы немножко за рамками находится. Он может задать вам вопрос, как вы себя чувствуете. Если вы знаете, то добровольное признание является одним из тех пунктов, по которым вы можете быть обвинены в том, что вы управляете эндеразмом состоянии. Там есть несколько причин, по которым человек может быть отправлен на алкогольное освидетельствование. Первое – это добровольное признание. Да, честно, я пил. Второе – это запах. Третье – это неадекватное поведение. И четвертое – там еще какая-то четвертая есть вещь. Это вот четыре причины, по которым водитель может быть отправлен на алкогольное освидетельствование. Поэтому, кстати, их никто не знает, особенно даже из тех людей, которые предлагают пройти на освидетельствование. Но тем не менее. Поэтому то, что касается дыхни и прочее, сами решайте, не надо дышать, у вас может быть не свежее дыхание, может быть, кариес, может быть, просто не настолько знакомо, чтобы дышать на него. А что касается второй части, я тогда Александру передам право ответить. Здесь достаточно сложная ситуация с точки зрения того, что существует два свидетеля, которые, так сказать, покажут... Готовы подтвердить все, что угодно. Готовы подтвердить, да, на суде все, что угодно, поэтому здесь, к сожалению, выбирать не приходится. Хорошо, но если есть такие свидетели, которые мы с тобой хорошо понимаем, да, что эти свидетели видели все, что угодно. Падение Тунгусского метеорита, если вы меня не будете лишать прав, я тоже видел, да, могу рассказать, как все это происходило. То есть, это бред. Фикция чистой воды. Точно таким же образом тогда появляются два свидетеля, которые ехали в автомобилях сзади и видели, как это было на самом деле. Ну, я понимаю, что это неправильно, не должен так законопослушный человек рассуждать. Но у нас ситуация очень интересная в стране. Ну, у нас, да, у нас, с одной стороны, сталкиваются интересы, так сказать, законопослушных граждан с интересами государства. С законом непослушных людей, контролирующих вот эти интересы. Мало того, что законом непослушных людей, которые контролируют, во-вторых, слишком много людей, которые злоупотребляют своими правами. И которые, так сказать, вынуждают сотрудников ГИБДД принимать, применять к ним определенные, так сказать, ну, под это, применять определенные методы, так сказать, не совсем законные, с одной стороны. А с другой стороны, эти же незаконные методы применяются уже и законопослушным гражданам. Потому что нет разницы между ними. Под одну гребенку. Вот. Ну, к сожалению, здесь единственная возможность, это, так сказать, обратиться в суд, оспаривать действия, так сказать, сотрудника ГИБДД. Да, он приведет с собой двух свидетелей, которые, так сказать, подтвердят, что он действительно осуществлял действия своим, так сказать, жезлом, показывающим, что нужно остановиться. Вот. Поэтому здесь уже, так сказать, на усмотрение суда, то есть, чью точку зрения суда. Ну, смотри, смотри, какая вещь. Если, допустим, найти в суде, сказать, вопросы задать свидетелям, а по каким причинам вы находились в данном месте. То есть, запутать их, допустим, в этих показаниях. Нет, очень просто. Вы по какой причине здесь находились? Меня остановили за превышение скорости. Извините, а почему у вас нет протокола превышения? То есть, вы таким свидетельским показаниями сейчас искупили свою вину за превышение скорости. То есть нужно просто суде показать, что данные свидетели, они не совсем уверенно отвечают, не совсем понятно, по какой причине они находились в этом месте. То есть вот такие вот вещи, которым, допустим, сотрудники ГИБДД, они не готовят своих свидетелей. Если задавать грамотные вопросы, то рано или поздно вы такого свидетеля заведете в тупик, а это будет уже играть в вашу сторону. Абсолютно верно. К тому же, если я не ошибаюсь, опять же, у нас в измененном кодексе об административных правонарушениях предлагали ввести лишение прав на срок от и до за неподчинение требованию остановки от сотрудника госавтоинспекции. Но так и не ввели. Справедливо столкнувшись с тем, что, ребят, вы тогда толкаете людей, живущих в этой стране, вы толкаете на очень непростой выбор порой, чего лучше лишиться, прав на 4 месяца или машины, жизни, здоровья. Потому что вот эти вещи, они будут вызывать, ну, хочешь, не хочешь, они будут вызывать и такую реакцию. Мошенники, когда будут знать, что все точно остановятся, потому что все запуганы до предела, но их появится больше. Мы же не готовы решить вот эту обратную сторону проблемы. Мы же не готовы избавить водителей от сомнений, кто это там стоит сейчас у нас впереди. Нет, ну да, на самом деле это как раз роль государства, во-первых, с одной стороны защитить интересы, то есть найти вот тот самый баланс интересов законопослушных граждан с сотрудниками, которые... В том-то дело, вот о чем я, с чего я начал эфир, да, что вот история вот эта вот, о которой мы говорим, да, она была бы просто абсурдна в большинстве из цивилизованных стран. И только у нас, к сожалению, мы имеем повод говорить об этом, но у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вера, я звоню из Санкт-Петербурга. Очень приятно, Вера. У меня такой вопрос. Я этим рядом была остановлена сотрудником ГИБДД по поводу превышения скорости. Вот, и он мне выписал штраф на сумму 100 рублей, который я должна была оплатить в сберкассе. Когда я пришла в сберкассу и попыталась оплатить, мне сказали, что мы не можем у вас принять эту сумму, потому что в планке, которую мне выдал сотрудник, нет реквизитов, куда я могу это оплатить. И теперь я как бы вот в такой растерянности, не знаю, что мне делать, и с нетерпением жду повестки в суд, чтобы, видимо, там этот вопрос как-то решать. Ну, спасибо. Звонок, Вера, по поводу суда не переживайте. Вам нужно сделать еще кое-чего, чтобы вас пригласили в суд. Одного штрафа за 100 рублей недостаточно. Я, конечно, не призываю вас его не оплачивать, у меня нет такого права. Хотя отношение сотрудника госавтоинспекции, который выдает бланки, не имеющие реального подтверждения, ну, а куда платить-то, если здесь ничего не написано. То есть, по большому счету, проблем у вас с этим не будет. А Александр, я думаю, что расскажет, как правильно надо в этой ситуации поступить. Ну, я думаю, просто нужно, во-первых, позвонить по телефону в справочную вот этой вот госавтоинспекции. Я прошу прощения, что перебиваю. Ты когда не звонил в справочную госавтоинспекцию по телефону? Нет, не пробуй. Не получится все равно. Это нужно иметь три телефона с автодозвоном, да, и один из них, возможно, к завтрашнему дню дозвонится. Ну, тогда можно... Либо занято, либо не берут. И есть еще один такой очень интересный момент. На мобильном очень хорошо наблюдать. Ну, обычный телефон, он не дает такой, как бы, иллюзии, да, он дает сразу понять, что занято. А мобильный телефон сначала показывает, установлен коннект, после чего сбой связи. То есть, ну, как вы надоели звонить, уйдите же отсюда, наконец, своими дурацкими вопросами. Бывает так. Я не говорю про всех, но вот несколько раз в жизни я пытался дозвониться по разным вопросам. И, ну, ни раз, ни два я сталкивался с тем, что я просто не могу пробить вот этот вот телефонный барьер. Ну, если невозможно зазвониться до справочной госавтоинспекции, то тогда нужно обратиться в любое ближайшее отделение госавтоинспекции и узнать реквизиты, по которым оплачивается штраф. Опять же вопрос. А сколько времени надо потратить на это? Ну, это, так сказать, это все зависит от, так сказать, от человека, который... Ну, в очереди стоять, слава богу, не надо, там эти реквизиты обычно пишут где-то на стойках. Но согласись, что человек наказан 100 рублями, а он не наказан двумя часами времени на походы и поиски. Кому же мне, как в одном анекдоте про прибалтийский, кому отдать деньги? Вот не об этом. Не, ну, в любом случае обязанность по уплате штрафа возлагается, так сказать, на правонарушителя, поэтому правонарушитель должен, так сказать... Очень тоже интересный момент, ну, давай сейчас пообщаемся со зрителем, узнаем каких-то новых историй, новое мнение. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Меня зовут Николай, значит, проживаю в городе Новотроицке, Оренбургской области. Очень приятно, Николай. Меня зовут Николай. Значит, у нас между двумя городами есть такое замечательное место, как Стелла. На этой Стелле круговое движение, и она как бы соединяет два города между собой. Я говорю, через день практически стоят работники ГИБДД по утрам, и останавливают всех подряд абсолютно. При последней остановке я задаю вопрос. Говорю, ребят, за что меня остановили? У вас что, рейд какой-то? Нет, говорит, рейда нет. А тогда чего вы останавливаете? Проверка документов. Сладкие. Так я говорю, ребят, подождите, вроде как не обязаны нас останавливать между городами вне стационарных постов. Да и в городах тоже. Как мы останавливаем, так и будем останавливать. Как это можно прокомментировать? Ну, это можно прокомментировать как раз то, о чем чуть раньше Александр говорил, как полный беспредел. Люди просто не стесняются, им кажется, что это нормально. У нас не только за пределами городов, у нас и в городах нельзя останавливать автомобиль за пределами стационарных постов, кроме случаев, в которых, к сожалению, настолько много, что это нельзя уже превратилось в можно всегда по любой причине. Но, тем не менее, то, о чем говорится, это уже вещь как бы наказуемая, добровольное жонглирование вот этими. А я хочу остановить, я тебя остановлю. В данном случае, я говорю, борьба с ними, вот с такими беспредельщиками, она заключается только в одном. Нужно записывать фамилию и нужно писать. К сожалению, вот то, что мы называем таким плохим словом стукачество, вот в отношении сотрудников ГИБДД, оно как бы на самом деле будет иметь положительный эффект. То есть, если каждый гражданин будет стучать вот на этих вот... Ты знаешь, я бы здесь сразу исключил слово стукачество. Стукачество немножко не то. Не, ну просто у нас... Это защита своих интересов. У нас как бы немножко неправильно, вот как бы вот из-за, может быть, того, что у нас история такая была. Знаешь, я очень плохо отношусь к стукачеству, вот что касается меня. У меня вот есть опыт обучения в разных военных заведениях и службы некоторые военные потом. Стукачество, я очень плохо отношусь к этому. Но, тем не менее, вот то, о чем ты сейчас говоришь, я не считаю, что это стукачество. Это не стукачество. То же самое, как дойти к старшему брату и сказать им, знаешь, вот мальчишки, которые старше меня, но младше тебя, они мне каждый день дают по голове. Это стукачество или нет? Ну, нет. Нет. Стукачество это немножко другое. Стукачество это Марья Ивановна. А вы знаете, что Иванов на третьей парте курит сигареты и хватает Петрову там за разные места во время урока, во время того, как вы очень интересно рассказываете про историю государства российского. Нет, это все понятно. Ну, давай сейчас прервемся, пообщаемся с зрителями и вернемся к нашему философскому разговору о том, что такое стукачество, а что такое нет. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Это из Тольятти вас беспокоит, меня зовут Гай. Очень приятно. Я очень часто в последнее время мотаюсь по стране, и меня удивляет, спущает один вопрос. Почему сотрудники милиции, отвечающие за несение дорожной разметки и установки дорожных знаков, беспредел такой устраивают? Например, сплошная линия на открытом участке дороги 3-4 километра, и 100% я знаю, что в этом месте будут стоять. Хотя никакой, видимо, причины установки знака обгон запрещен нет. И стоят два экипажа, значит, 500 метров с одной стороны, 500 метров с другой стороны. Идет какой-нибудь длинномер тяжелый 30-40 километров в час, ограниченной скорости нет. Собирается толпа за этим автомобилем, и находится один-два человека, которые обязательно обгонят, потому что ехать невозможно. Если у тебя впереди полторы тысячи километров, 3-4 вот таких места на трассе, и уже нервы на пределе. А такое ощущение, что сотрудникам милиции просто плевать, либо они там просто зарабатывают деньги. Есть какая-нибудь служба, которая займется, в конце концов, в стране наведением порядка с дорожной разметкой, со знаками, с непонятными выставлением постов в тех местах, где они должны регулировать движение, а не собирать бак? Понятно. Спасибо за вопрос, но что я могу сказать? Я могу только подтвердить. Да, у нас, к сожалению, знаки и дорожная разметка стоят в противоречии не только со здравым смыслом, порой, а порой она еще противоречит сама себе. Есть прямая совершенно дорога, на которой обгон запрещен, есть линия. Дальше идет закрытый поворот, в котором разметка позволяет обгон. Куда обгон, кому разметка позволяет обгон, смертельно опасно это делать. Из-за поворота вылетает машина, которую ты не видишь, и она не видит себя. При этом стоит знак «обгон разрешен» и «сплошная» или «обгон запрещен» и «сплошной нет». Есть прерывистая линия, я не очень хорошо понимаю, как все это сделано. И на самом деле, мы когда говорим о том, что пропускная способность наших городов и пригородных трасс, она отвратительная. Это же еще вопрос в том, что, да, шире наши дороги просто так стать не могут, но они могут стать организованнее, за счет чего уже будет пропускная способность дальше. Вот этот вопрос, я не знаю, как его прокомментировать. Да, бардак, действительно бардак. Вот такие вещи, то, что они есть, это просто, ну, на мой взгляд, это вопрос того, что некому этим заниматься. Это никому не нужно, и каждый считает, что это дело какого-то другого человека, но не меня. Не, ну, у нас есть, на самом деле, орган, который должен контролировать действия сотрудников милиции. Да, по тому же принципу, ну, это не сотрудники милиции, это, как бы сказать, организации, обеспечивающие, вот, обслуживающие данные участки дороги. Нет, в данном случае отвечают за организацию, за разметку, на самом деле, госавтоинспекции. Соответственно, как бы, установка знаков, это вся, как бы, в их компетенции, но, вот, проверять, вот, как бы, действительно, абсурдно или не абсурдно стоит данный знак. Невозможно. Правомерно, неправомерно, к сожалению, нет такой общественной, я бы сказал так, что это должна, в принципе, заниматься, ну, какая-нибудь общественная организация. Абсолютно верно. Которая была бы организованной, которая, так сказать, вот эта вот общественная организация контролировала бы действия сотрудников. Голос которой был бы услышан там, это не просто как от мух отнахиваться. Ну, вот, у нас есть, в конце концов, общественная палата, да, и вот при этой общественной палате организовать что-то, какую-то организацию, которая бы осуществляла общественный контроль за действиями, так сказать, сотрудников ГИБДД, да, исключительно только вот в этой связи. И вот получала бы такие телефонные звонки и письма, там, и так далее, выезжала бы на место. Ну, кстати, неплохой почин, я думаю, что зрителям тоже бы неплохо в этом поучаствовать, потому что, если этим заниматься будет каждый сам за себя, то вряд ли мы когда-то придем к результату. А у меня, по-моему, предложение, если вы видите такое вот безобразие, да, вот эти вот знаки, которые противоречат разметке, или разметку, которая противоречит, или все вместе противоречит вообще здравому смыслу, присылайте нам на адрес электронной почты фотографии, ну, желательно с пометкой, где это безобразие находится, чтобы мы могли как-то его географически расположить. Я думаю, что нам будет проще, не каждому самому за себя, нам будет проще просто все эти запросы в итоге как-то обработать и переслать для того, чтобы, ну, наконец-то у нас появилось понимание того, что знаки, они ставятся не просто так, а исходя из каких-то потребностей. По-другому эти знаки ставить не стоит. Просто на самом деле во всем мире вот эта ситуация, она же тоже на самом деле не складывалась вот так, взялась и неоткуда вдруг полиция стала уважать интересы, так сказать, простых граждан. Согласен, абсолютно согласен. Это результат какой-то определенной борьбы и результат работы общественных организаций, ведь Америка, вот допустим, да, хотя мы ее ругаем там за ее всякие, так сказать. Ну, у нее на самом деле много чего-нибудь получится. Вот, но есть много чего-нибудь получится, потому что... Там общественные организации, они уже перешли в сторону абсурда. Но это другой уже вопрос. Если ты пожилой афроамериканец, нетрадиционной сексуальной ориентации, при этом немножко еврей, то ты можешь делать в этой стране все что угодно. Это понятно. Потому что ни одна так другая правозащитная организация, она тебя вытащит и более того обвинит тех, кто тебя притесняет в ксенофобии, в расизме, ну и во многих-многих других вещах. Это понятно. Я прошу прощения, давай мы пообщаемся еще со зрителями, потом вернемся к обсуждению того, почему у нас не так хорошо, как в Америке в этом плане. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Был в Турции, там полицейские себя ишками как бы подпочтают, и это далека видно. У нас милиция прячется, ну как, в кустах. Правномерные действия, ну это, милиции наши. Понял вас. Вы знаете, вот мы в самом начале нашего разговора так немножко коснулись этой вещи, что по наставлению, по инструкции, не знаю, как правильно это обозвать, могу немножко ошибиться. Сотрудник госавтоинспекции при несении своей службы, в том числе и при контроле за скоростью, должен остановить свой автомобиль, поставить свой автомобиль в максимально обозреваемом месте, если это происходит в ночное время, то на максимально освещаемом участке дороги, так, чтобы было видно издалека. И каждый водитель понимал, вот стоит сотрудник госавтоинспекции, и он стоит там. По сути, это происходит по-другому, и вот о чем я тогда еще хотел поговорить, но мы немножко переключились на другую тему. Понимаешь, наказания для водителя, они очень жесткие. Если ты выехал на встречную полосу, то хлоп, если ты превысил скорость, то хлоп, если на красный свет, все очень четко. Ну как можно в наставлении писать такие вещи? Максимально возможно, а в наиболее освещенном. Ну, это же не вопрос, как бы, это предложение, это намек какой-то. То есть, каждый, любой сотрудник может не подчиняться этим требованиям, скажет, знаете, а мне показалось, что там максимально освещенное. А что должно быть максимально освещенным местом? Должны быть какие-то нормативы тогда, что этот автомобиль должно быть в любом случае видно с расстояния там более 500 метров. Тогда это уже какой-то предметный разговор получается. Это получается не то, что, ну вы как-нибудь там его поставьте. Это то же самое, что к водителю. Водитель должен быть максимально трезв. Или по возможности ехать все-таки не на встречной полосе движения. Ну, согласись, какие разные у нас немножко представления требования к водителям и требования к людям, которые этих водителей контролируют. Ну, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Володя из Калининграда. Очень приятно, Володя. Такой вопрос у меня. В случае аварии ДТП на дороге, получаются такие варианты. Вот стоят два, допустим, пострадавших. И тут же в 200-300 метрах буквально стоит с радаром ГАИшник. И вообще никакой реакции на них не действует. Можно к нему подъехать, что-нибудь предложить ему там. Или предъявить ему, почему вы не едете на аварию. Люди состоят все-таки. Из-за этого и пробки существуют там, и все такое. Спасибо за вопрос. Я думаю, предложить ему, конечно же, можно. И, скорее всего, он не откажется. Но суть в том, что у них есть четкое разграничение тех бригад, которые занимаются патрулированием, и тех бригад, которые выезжают на оформление аварий. И ситуация, я понимаю, о чем вы говорите. Особенно эта ситуация заметна в такие дни, которые называются у нас день жестянщика или вне особых затруднений с движением в городе. Это катастрофа. Когда последний такой пример из жизни, когда мы позвонили в ГИБДД с предложением приехать на парковке, у нас просто стоял автомобиль, его помяли. Мы вышли, увидели всю эту историю, поскольку он застрахован, мы начали звонить. Это было в районе 12 часов дня, где-то так вот. Мы звоним, нам говорят, он где-то приедет скоро. Скоро когда? Знаете, скорее всего, в районе 10 вечера. То есть, это что? Вот это как? Это тоже, кстати, такая вещь. Если у нас есть определенный лимит движения по скорости, или невзирая на состояние автомобиля, то у нас тогда должно быть и такое же ограничение по времени приезда, невзирая на дорожные условия. Потому что получается, что водители должны, безусловно, выполнять эти вещи, а задрудники ГИО с автоинспекцией, они по возможности. Ну, несправедливо. Отсюда и появляется много таких вот именно в голове психологических вещей. На самом деле, насколько я помню, у них есть ограничение по времени, что они на ДТП должны прибыть в течение часа, насколько я помню. Нет, это если там, я не знаю, есть, скорее всего, ограничение по времени, если там есть какие-то пострадавшие или, не дай бог, погибшие, то есть это тяжкое ДТП какое-то. То да, а такие ДТП, когда кто-то кого-то притер, ну, справедливо, конечно, что они не так нуждаются в помощи, как те, где есть пострадавшие. Но, тем не менее, люди 10-12 часов не должны стоять на улице, возможно, под дождем. Не, ну, я думаю, что в данном случае действия сотрудников, то есть обязанности сотрудников ГИБДД должны на себя принять другие совершенно организации, которые были бы узнаваемы и аккредитованы страховыми организациями. В том-то и дело, что, может быть, эта роль должна быть отведена аварийным комиссаром, потому что на месте сотрудники ГИБДД, они же только фиксируют расположение автомобилей, дорожную разметку и все. То есть это та же самая вещь, с которой может справиться аварийный комиссар. Ну, и мало того, что в данном случае единственное, что сотрудник ГИБДД должен, так сказать, определить нарушителя виновного. Но в группе разбора это, в любом случае, будет уточняться. Да, но тогда, если он на место не приедет, он не сможет определить виновного. Да, не надо определить, надо изложить обстоятельства дела. Все равно по обстоятельству дела в группе разбора будет принят виновный в этом аварии. Виновный в аварии. Более того, вот поясню, да, как это происходит. Когда происходит какое-то дорожно-транспортное происшествие, выписывается протокол на одного, а возможно и на обоих участников движения за нарушение каких-то вещей, за нарушение каких-то правил дорожного движения. Выписывается протокол, и уже по этому протоколу вроде бы какое-то косвенное подтверждение, что он виновный в аварии. Но какая проблема? Фиксируется некая фактура. Автомобиль двигался по полосе встречного движения, въехал туда-то, что еще нужно для группы разбора, чтобы принять решение о виновности того или другого? Ну, бывают разные ситуации, допустим, если это идет встречная полоса, это понятно, машина пересекла встречную полосу и, соответственно, врезала свою встречную машину. Ну, хорошо, давай мы вернемся, это непростой вопрос, да, у нас еще есть звонки зрителей, давай пообщаемся со зрителями, узнаем, может, они знают ответ на этот вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Владимир, Ставропольский край. Очень приятно, Владимир. Неоднократно уже с вами пытаюсь общаться, в принципе, замечательная передача. Спасибо, рад, что все-таки нам удалось пообщаться. Да, два вопроса. Значит, первый, вот немножечко возвращаюсь все-таки по поводу правоверности прятания работников ГАИ, разные там кусты или еще что-нибудь. Ведь сейчас делается немножко по-другому. Во всяком случае, у нас, в нашем регионе, машина инспектора ГАИ стоит совершенно, действительно, на очень открытом месте и очень далеко видно и хорошо. Но метров за 200-300 до этой машины стоит где-то на обочине, а где-то, может быть, вообще в непонятном месте совершенно обычный автомобиль с обычными номерами, затонированная. А внутри видеокамера, на которой снимается все движение и, соответственно, фиксируется и скорость, и все происшествия, которые происходят. Понятно, понятно. Я попробую прокомментировать. Вы второй вопрос задавайте тогда сразу, чтобы мы вас не держали на линии. И второй вопрос. Сейчас большой резонанс все-таки получает тема о повышении штрафов за всякие нарушения. В принципе, я, наверное, если не все, то очень многое поддерживаю. Согласен. Порядок должен быть на дороге. Абсолютно правильно. Но единственное, что мы все время повышаем, повышаем, повышаем штрафы. Я вот, ну, грубо говоря, первый раз за руль сел уже лет 30 тому назад. И кроме повышения и ужесточения, ну, мало что встречается. Но почему наряду с этим не внести изменения в те же правила дорожного движения? Ведь помимо повышения штрафов, ну, надо признать, что все равно качество дорог улучшается. Слава Богу, и машины мы можем позволить уже себе те, которые, ну, 100 километров, извините, или даже 90, да, как ограничение, 90 километров на второй передаче только разгоняемся. Ну, можно же, наверное, сделать и, кроме автомагистрали, вот эта вот максимальная скорость 110, хотя бы на дорожном покрытии. Согласен. Две направления в одну сторону. Спасибо за звонок. Будем сейчас обсуждать то, что вы предлагаете. Ну, с одной стороны, вот эта вот традиция ограничивать скорость на том уровне, на котором она уже давным-давно ограничена, это не только российская реалия. Это еще реалия многих других стран, кроме, ну, в Германии там, да, есть эти автобаны без ограничения скорости, но это, пожалуй, редкое очень исключение. В основных местах все это действительно так. Вопрос, ну, не лишенный, конечно, целесообразности, потому что на автомобиле выпуска, там, 56-го или 70-го года ехать на скорости 100 километров в час, и на автомобиле выпуска, там, 2007-го или 2006-го года ехать 100 километров в час, это совершенно разные вещи, совершенно по-разному эти автомобили подготовлены для поездок. С одной стороны, да. Но я думаю, что ответ на этот вопрос, он тоже такой, достаточно туманный. Ну, по первой части, что можно сказать человеку? Ну, по первой части, ну, в принципе, как сказать, что, как тут можно прокомментировать? Ну, стоит видеокамера, да? Ну, по идее, вот как это все похоже, это похоже на работу системы «Поток-М». Когда стоит, ну, в Москве это стоит так, это стоит микроавтобус, как правило, «Газель», сверху две видеокамеры, которые фиксируют поток, и в случае обнаружения по базе каких-то автомобилей, 200 метров дальше припаркован автомобиль, который уже выхватывает этих нарушителей из потока. Ну, тут комментировать, как бы, что-то излишне, хотя это тоже… Здесь то же самое, я думаю, что… Здесь, скорее всего, та же самая система. Та же самая система. А по поводу… Ну, я думаю, что мы сейчас вернемся и поговорим по поводу того, как у нас вот это вот дорожные знаки ограничения скорости появляются. А пока поговорим еще со зрителями, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, здравствуйте, это Борис Искор. Вопрос такой, очень приятный тоже. Значит, вопрос такой. Предположим, я попадаю в яму на дороге, да? Еду по трассе, попадаю в яму, теряю шину, вот, пробиваю ее, да? Останавливаюсь, как я, к сожалению, не помню, каска покрывает колеса или нет, по-моему, нет. Ну, факт в том, что я вызываю ГАИ, да? Вот какие мы должны быть действия, чтобы все-таки потом предъявить? Знаете, сейчас колеса недешевые, вот, некоторые стоят, бывает, и по 1000 долларов, ну, по 800 долларов, правильно? Поэтому, как бы, не хотелось бы просто так прощать. Хотелось бы, чтобы мне, как бы, вот, как мне действия, как юрист просоветует? Вот такой вопрос. И по поводу новых правил, хочу сказать, что мне они очень понравились, не понравились, только слишком мягкие. Вот, по крайней мере, за некоторым пунктом. По поводу алкоголя за рулем, я считаю, это надо пожизненно решать прав человека. Это мое мнение. Понятно, ваше мнение понятно. Я тогда продолжу немножко разговор по предыдущему вопросу. И потом, Александр, мне кажется, что есть вам уже что сказать, накопилось за последние 10 минут особенно. Но, тем не менее, по поводу того, что дороги, да, у нас очень много возникает таких ситуаций, даже ты по Москве ездишь. Ты знаешь, у нас, например, что на радиальных проспектах есть ограничение скорости не 60, а 80 км в час? Ну, да, я знаю. А ты знаешь, на каких? Я знаю, на Ленинградке есть такое. На Ленинградке есть. А знаешь, что на Ленинском, на Кутузовском нет? Ну, нет. А дорожное состояние хуже или лучше? На дорожное состояние Кутузовского оно лучше. Лучше, чем в Ленинградке, особенно сейчас в Ленинградке. Ну, я думаю, что на Кутузовском не ставят ограничение скорости, потому что, да, там... Ленинский вроде бы как спецтрасса. То есть, улица Косыгина есть замечательная очень улица, по которой ограничение скорости 40 км в час. Замечательное место. Я, к сожалению, там не вижу автомобилей, которые едут 40 км в час. Потому что, ну, многие водители справедливо считают, что это необоснованные ограничения скорости. На самом деле, я заметил, что ГАИ не останавливает машины, которые превышают скорость... До 60 км в час. Ты пропагандируешь нарушения в эфире, я вынужден тебя прекратить и предложить тебе ответить на другой вопрос. Ну, как правило, я вот сколько сталкивался, на самом деле, только после 60 км. Они настраивают радар, но не из любви я подозреваю. Я, опять же, я подозреваю, я не утверждаю. Мне кажется, что это не из любви к водителям, а из нежелания заниматься мелочью всякой. Наверняка, что кто-то поедет, кто свыше 60, и с тем уже может быть в продажке разобраться. Что здесь проблема запрещается не только в сотрудниках госавтоинспекции, но вообще во всей этой системе. По одной простой причине, что вот как раз вот когда встал вопрос о том, что стукачество, не стукачество, вот. Просто многие люди, вот мне, честно говоря, вот сотрудников ГИБДД во многих ситуациях очень жаль. Работать действительно жалко. Работа очень тяжелая, а платят за нее, ну, скажем так, на уровне, так сказать, ну, грузчика в магазине. Вот, и поэтому, так сказать, вот вся эта ситуация складывается именно из-за этого. Когда мне задают вопрос, а что они тогда туда идут, да, допустим, работать, они же идут туда только с одной целью. Вот, у меня возникает вопрос, а если туда вообще никто идти не будет? Работать? Тогда кто будет вот этим всем этим заниматься? Ну, тогда просто наступит хаос, и будут ездить и пьяные по дорогам. Сейчас не будет сотрудников ГИБДД, на самом деле, в Москве. Взять их, просто убрать. Вот, я думаю, что количество ДТП и в нетрезвом состоянии увеличится, наверное, раз в сто. Ты имеешь в виду сотрудников, которые с горя будут пить или что-то еще? Нет, просто люди сразу захотят, так сказать, почувствовать вседозволенность. Спасибо. Понимаете, у нас такое, понимаешь, у нас такое государство, и люди, которые в этом государстве живут, они, как правило, так сказать, они соблюдают законы только тогда, когда их кто-то контролирует. То есть соблюдение закона не идет изнутри человека, а наоборот, то сказать, если стоит человек с жезлом, значит, я буду ехать со скоростью 60 км в час. Если человек с жезлом не стоит, значит, я буду ездить 200, я буду ездить 300, и мне все равно, как бы. Ну, можно порадоваться, что машина позволяет, конечно, с другой стороны согласен, это абсолютно... А то, что люди, извините меня, там, в 16 и в 15 лет садятся за руль, а потом, так сказать, вылетают там, ну, зимой там вот был случай недавно, ну, недавно, давно, так сказать, когда он вылетел, так сказать, сверху на машину, упал от 16-летней. На Маяковке, да. Где сидела сестра моего товарища в этой машине, которая была снизу, я знаю эту историю. Вот, поэтому, как бы, вот, честно говоря, вот, мы можем много раз возмущаться, так сказать, действиями сотрудников ГАИ, но эту систему нельзя, так сказать, исправить вот только вот в этом ключе. То есть, если все сотрудники ГАИ вдруг ни с того ни с сего начнут соблюдать все, так сказать, правила, не будут брать деньги и так далее, просто там никого не останется работать. Вот, в общем, самое продакционное. Слушай, ну, ты такую вещь говоришь. Смотри, у нас еще один звонок есть, и есть еще один вопрос, на который мы не ответили, но на который мы ответим, наверное, пообщавшись с новым зрителем, если получится у нас объединить ответы на эти вопросы, будет замечательно. Ну, слушаем, здравствуйте, вы в эфире? По-моему, уже нет. Ну, ладно, тогда у нас есть больше времени ответить на тот вопрос, который был вот последним задан, мы его так немножко проигнорировали. Это вопрос по поводу... Вопросы от нашего зрителя. Ну, ты разве не помнишь вопросы, которые нам... Я что-то отвлекся, да. Просто звонок, мне подскажут, что звонок у нас еще есть. Ну, слушаем, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 Слушаем вас. Алло. Мы вас очень хорошо слышим, говорите. Это Саренбургская область вас беспокоит. А как вас зовут? Александр. Очень приятно, Александр, задавайте вопрос. Вот тоже часто приходится ездить, и в Самаре, между Самарой и Тольятти, есть такой пост, Зеленовка называется. Там останавливают машины, вот, значит, смотрю, выходят водители, выходят пассажиры, стоят руки на капот, ноги на ширине плеч, сотрудник ГАИ лазит в бардачке, под сиденьями, в багажнике, везде, в натуральный, как говорится, шмон проводят. Серьезно. И вопрос такой, что часто попадаются машины, которые стоят без проблесковых, не оборудованные маяками, ничего, сотрудники ГАИ останавливают, нарушители и все прочее штрафуют. Вот такие вопросы. Суровый вопрос. Ну, по поводу руки на капот, ноги на ширине плеч, это такое знакомое всем по утренней зарядке положение тела. Здесь оно, правда, немножко противоестественно. Я не буду отбирать тебе хлеб, тут, действительно, ты знаешь лучше, как и по каким причинам должен проводиться вот то, что наш зритель назвал шмоном, а иногда оно действительно является не досмотром, а шмоном, потому что правила это не соблюдается. На самом деле, если у них есть ориентировка по какой-то определенной машине, если, допустим, в этой машине перевозят наркотики или еще что-то, то они, в принципе, имеют право, в целях предотвращения, имея такую информацию, допустим, имеют право осуществить данные действия. Согласишься ты или нет, что они имеют право осуществить такое действие с любым автомобилем, который двигается по дорогам общего пользования? Я еще раз повторяю, не с любым автомобилем, а именно с тем, который находится в ориентировке, но я не знаю, есть ли он у них в этом документе и не смогу узнать. Это документ для служебного пользования. Для этого я запишу его фамилию, имя, отчество, когда я буду вот эти действия осуществлять, то у редкого количества сотрудников ГАИ возникает желание, так сказать, обыскивать мою машину. Почему? Потому что если я такой дотошный водитель, я записал фамилию, я задал ему вопрос о том, а что ты собираешься это сказать, по какому вопросу, почему вы хотите обыскать мою машину, не обыскать, а осуществить досмотр. Они в любом случае его осуществят, хочу я этого или нет, но у меня есть право обжаловать их действия. То есть если я законопослушный гражданин, мне нечего скрывать, мне в принципе спорить с ним нечего, но если я из-за него потерял 15, 20, 30 минут моего драгоценного времени, то я имею право на него написать, так сказать, вот эту вот докладную, его руководитель, если руководитель никак не отреагирует, то написать в прокуратуру и пусть они проверяют действия. Конечно, никто ничего проверять не будет, но если все такие люди, которые, так сказать, попадали в такие ситуации, завалят их просто этими письмами, то рано или поздно они должны будут отреагировать. В конце концов, у нас существует общественная палата, у нас существует Страсбургский суд, уж он последний, так сказать, это не у нас, это у них. Это у них, да, но мы можем, то есть повлиять на эту ситуацию, но я опять же говорю, что эту ситуацию с точки зрения общественности, это мы решим только с одной стороны. С другой стороны, государство должно тоже решать эту проблему. Согласен, какая непростая у нас получается ситуация, ну и к тому же, если это все-таки досмотр, а не шмон, то там должны присутствовать два понятых. Два понятых обязательно. Не из сотрудников милиции. Не из сотрудников милиции. Что очень достаточно проблематично в ночное время суток. Нет, они обязаны. Но, тем не менее, они обязаны там быть. Да, то есть, если, допустим, они действительно заставили вас открыть багажник, то только присутствие двух понятых. Там уже еще, если говорить про личный досмотр, который тоже, в общем, не исключено, да, то личный досмотр должен проводить сотрудник милиции одного пола с обыскиваемым, чтобы не доставлять лишнего удовольствия ему, не дай бог. Ну, по-моему, мы с этим вопросом разобрались, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. У меня зовут Георгий, я владею Кавказом. Очень приятно, Георгий. Вы знаете, такой вопрос у меня буквально несколько, ну, может быть, минут 10-15 назад звонил мужчина с отропойского края и говорил о том, что за, может быть, метров 200-300 до патрульной машины стоит совершенно неприметный автомобиль и снимает все на скрытую камеру, да, как бы? Ну, да. Абсолютно не имеющий никакой причастности вообще к сотрудникам ГАИ, потому что был в простой, не в спецодежде, скажем так, вот, снимали. Вот, и самое главное, потому что в протоколе мне еще любезно записали выезд на встречную полосу движения, а там был, значит, знак обгон запрещен, просто я вовремя не досмотрел его. Самое интересное, что мне написали, что я выехал на встречную полосу, но там не было разметки абсолютно и никакой. Вот, то есть, было ограничение скорости и знак обгон запрещен. Вот вопрос такой у меня, как бы, один, насколько правомочные именно действия сотрудников ГИБДД в отношении того, что на такой машине, негосударственной, они, как бы, запечатлели факт нарушения правил оружия движения. Вот, ответьте, пожалуйста, будьте так добры. Понятно, ну, чтобы вам не казалось, что все так просто в этой жизни, тоже на досуге подумайте. Вот была ситуация раньше, сейчас, слава богу, этого уже практически не осталось, ситуация в 90-е годы. Сотрудники госинспекции покупают себе в складчину ноутбук, покупают себе, ну, в самом начале программу за полторы тысячи долларов, своих денег в складчину. Эту программу позволяет находить в городе автомобили, которые имеют проблемы там по учету, по розыску, по чему-то, чему-то, чему-то еще. Ездят, и на этом автомобиле, ну, вложив ноутбук в программу, понятно, что они, естественно, честно привозят их в милицию, да. Это вот тоже к разговору о том, что еще у нас происходит. Абсолютно согласен со зрителем, который нам позвонил. К тому же, я вообще не очень хорошо понимаю, а каким образом затонированная машина могла оказаться на дороге общего пользования. Как же он получил технический осмотр талон, как он его прошел, неужели он его купил и потом работает. Или он таким образом отрабатывает свою провинность. Его остановили на посту с затонированными стеклами и сказали, вот будешь теперь работать у нас в качестве штатива для камеры. Постоишь тут у нас полчаса. Нет, на самом деле, согласно наставлениям сотрудникам ГИБДД, разрешено использовать такого рода. Личные автомобили. Ну, любые, так сказать, замаскированные автомобили в плане того, чтобы, так сказать, ну, именно вот снимать вот эту информацию, так сказать, получать. Это не касается уголовных дел, случайно? Нет, это касается в том числе и дорожных. И административных. В данном случае, так сказать, опять же, это как метод борьбы с нарушителями, да, то есть стоит ничем не приметная машина, да, стоит, есть там камера, нет там камеры, никто не знает. Если нарушитель, допустим, нарушает, соответственно, выезд на встречную полосу или что-то еще. Дело в том, что если стоит знак «обгон запрещен», значит, так сказать, обгон запрещен. Но, с другой стороны, если нет разметки, то здесь уже… То где-то начинается, где-то полоса начинается. Да, вот здесь уже другой вопрос. Если разметки нет, и если, вот, допустим, значит, телезритель зафиксировал, что разметки в данном участке нет, то здесь уже, так сказать, они встретятся в ГАИ, в суде, то есть, извиняюсь, они встретятся в суде, и каждый будет, так сказать, доказывать свою правоту. Если телезритель не зафиксировал то, что нет разметки, то есть организация, которая обеспечивает обслуживание этой трассы. Можно поинтересоваться, в каких числах, в каких сроках там была нанесена дорожная разметка. Я так понимаю, что это дорога после ремонта, но еще безнанесенная. Или, может быть, это дорога вместо ремонта, потому что на ней дорожная. Я ездил в Краснодарском крае, там есть такие дороги, которые там, Краснодарские, Адыгеи, там вообще не разметки, и вообще ничего нет. Я не понимаю, по каким критериям там вообще определяется, где там встречные полосы. Водитель едет, и штангенциркулем постоянно отмеряет расстояние от правой обочины, чтобы понимать, сколько ему удалено. На самом деле, опять же, это компетенция сотрудников ГИБДД, и, соответственно, к сожалению, я опять же констатирую, многие суды стоят на стороне сотрудников. Вы говорили об этом, что есть некое распоряжение, что должен быть порядок. Я не могу утверждать, есть это распоряжение или нет. И порядок насаждается вот таким вот образом. У нас еще один звонок. Как правило, у нас, так сказать, вот это вот, так сказать... Толкуется в пользу... Всегда толкуется в пользу, так сказать... Сотрудников ГИБДД. Ну, даже не в пользу, а не в пользу якобы или реального, или якобы нарушителя. И вот это тут нарушается принцип состязательности сторон, которые основно облагающие сидят. К сожалению, да, в этой конкурентной борьбе у одной из сторон есть большое преимущество. Да, что это, в принципе, неправильно. Согласен, согласен. Ну, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слышим. Здравствуйте, Юрий Мир. Здравствуйте. Вот, Артур, я из города Лаванска. Очень приятно, Артур. Вот, хотел бы обратиться к вашему гостю в таком плане. Значит, вот просвучал такое высказывание, что если сотрудники ГИБДД будут более-менее, ну, скажем так, честно или добросовестно выполнять свои функции, то через какое-то время там никого не останется. Да, то есть, ну, кто будет нести службу. Прям замкнутый круг какой-то получается, да? Круг не круг, но суть-то, понимаете, в том, что вот человеку, ну, есть такое высказание, сколько ни плати, ему все будет мало. Ну, есть такое, к сожалению. Ну, я, конечно, понимаю, что если завтра у ГИБДД забрать прохождение ТО, послезавтра забрать разбор аварий, вот, то, в принципе, действительно, через неделю в этих службах, ну, которые эти функции выполняют, их не будет, ну, скажем так, никого не будет уже, не останется, да? Ну, я, например, скажу другое, что, с моей точки зрения, вообще неправильно оценивается труд какой-то вообще сотрудников милиции, в том плане, что он не должен быть в основе своей, как бы, в денежном эквиваленте, основное должно быть именно стимулы какие-то другие, то есть непосредственно по какие-то гарантии социальные, то есть по дальнейшему обучению этих, ну, детей, сотрудников милиции, там, какие-то гарантии их, скажем так, обучению за счет, скажем так, государства, вот. А то, что, ну, дайте завтра сотруднику зарплату в 3 тысячи долларов, и я вас уверяю, что через месяц она для него будет вообще унизительная, понимаете? Вы знаете, я с вами согласен в какой-то степени, но давайте обратимся к опыту наших коллег из тех же Соединенных Штатов, о которых мы говорили. Почему считается, что дорожные полицейские, ну, как бы представители дорожной полиции, в Штатах не берут денег? Они, конечно же, берут, ну, как и всякие люди, да? Но давайте мы представим, что теряет такой человек. Взяв у вас взятку в 100 долларов, он теряет ежемесячное пособие, которое находится на очень неплохом уровне, он теряет социальные гарантии, и он теряет много-много чего еще. Поэтому если у сотрудников госавтоинспекции будет зарплата достойная, которая сама по себе уже способна привлечь людей в эту службу, да, то из-за взятки в 100 или в 500 рублей человек может потерять это, а также много несоциального. Поэтому я бы не исключал полностью вопрос материальной заинтересованности людей. Ну, я вам скажу, что, знаете, зарплата, извините, что вас перебиваю. Да нет, ничего, я привык. Да, зарплата, понимаете, как бы, вернее, извините, взятка, взятка, там идет разговор-то не о 500 рублях. Понятно, что от 500 рублей он, может быть, и отмазнется. Вот, но, скажем так, в 100-200, там, 300 долларов, при эквиваленте, там, в 1000 долларов, хотя бы зарплата, ну, это нормально. Ну, хорошо, давайте мы тогда попробуем подвести итог. Мне кажется, что я понял, и Александр понял те вопросы, которые вы задавали. Если я не ошибаюсь, у нас до конца эфира осталось чуть больше трех минут. Поэтому, что касается этой ситуации, ну, буквально пару слов передам тогда Александру, и потом уже мы будем медленно и печально двигаться к выходу из эфира. Ну, на самом деле, ситуация достаточно, я же еще раз говорю, это достаточно такая проблема, которая, мне кажется, на настоящий момент нерешаема. Да, правильно говорят, сколько человек ни платит, все равно он будет, так сказать, смотреть в какую-то определенную сторону. Но американцев у них, помимо того, что там достойная зарплата, там действительно, правильно говорится, очень хороший соцпакет. И вот они держатся именно из-за этого соцпакета, потому что нигде ни один коммерсант такой соцпакет своему сотруднику не выдаст. И, соответственно, как бы из-за этого привлекательность государственной службы, она вырастает в Америке, и престижность ее тоже растет. И в любом фильме, где, так сказать, ну, в любом фильме голливудском, да, прославляется работа полицейского, в том числе и дорожного. В нашей стране почему-то данная профессия, то есть, вот, я не знаю, почему так повелось, вот, это просто антагонизм, да, автомобилист и гаишник. Вместо того, чтобы, так сказать, ну, действительно, как бы, ГАИ, сотрудник милиции, он как бы должен приходить всегда на помощь. Антагону, эти две, скажем так, социальные структуры, да, водители и гаишники, они должны идти рука об руку и помогать друг другу. А почему-то у нас это все больше похоже не на движение в разную сторону, в одну сторону, да, а на стычки такие постоянные, ежедневные. Война на дорогах, да. Да, война на дорогах. То есть, ну, вот, честно говоря, вот эта парадоксальная ситуация, которую нужно каким-то образом решать, но, к сожалению, вот я не вижу конкретных шагов, кроме того, что ужесточение, с одной стороны, ужесточение штрафов, да, административных, а с другой стороны... Должна быть и другая сторона, я здесь абсолютно согласен. Просто говоря об ужесточении штрафов, я считаю, что да, штрафы нужно ужесточать, но, говоря об ужесточении штрафов, давайте не только их менять, давайте менять эту структуру. Но этот разговор, я думаю, что еще не на один эфир, а сегодня у нас до конца эфира осталось совсем уже мало времени, меньше одной минуты. Но, к сожалению, в нашем эфире сегодня звучали в основном такие вещи, что эту ситуацию нельзя исправить, да, или эта ситуация такая вот абсурдная, да. И, к сожалению, этого абсурда еще достаточно много, и я думаю, что если мы будем периодически на эту тему поднимать вопросы, да, то мы все-таки сможем этот вопрос и этот абсурд каким-то образом решить. Вот мы будем делать с тобой порой то, что ты предлагаешь делать телезрителям, да, если мы один раз скажем, два раза, если у нас будет 50, если у нас будет 150, вот мы будем тогда создавать вот этот вот социальный резонанс. Ну, а на сегодня все. С нами был наш юрист Александр Воробьев. Спасибо, что были с нами. До свидания и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok